Здравствуйте, дорогие зрители! Есть повседневный вопрос, нужно ли делать МРТ головного мозга при головной боли. Меня зовут Ольга Лисенкова, я практикующий врач-невролог и специалист по головной боли. Что можно ответить на этот вопрос? МРТ при головной боли нужно делать, но далеко не всегда в определенных ситуациях. Чтобы определиться, нужно ли делать конкретно вам, в идеале обратиться к врачу. Дело в том, что головная боль примерно на 95% является первичной, то есть не связанной с какими-то изменениями внутри черепа. Соответственно, в 95% случаев для постановки диагноза МРТ не требуется. Но есть 5%, это могут быть достаточно серьезные ситуации, когда магнитно-резонансная томография головы необходима. Эти 5% это могут быть какие-то серьезные нарушения, например, объемные процессы внутри черепа, растущие опухоли, серьезная черепно-мозговая травма, воспалительные заболевания головного мозга, такие как энцефалит, менингит. Это может быть рассеянный склероз и разные другие причины. Но все-таки львиная доля, 95%, приходится на первичные головные боли. Самые частые из них это головная боль напряжения и мигрень. Даже если пациент с головной болью, пусть даже она длительная, стойкая, хроническая, выполняет МРТ головного мозга, очень часто бывает так, что находят какие-то изменения, но они никак не объясняют ту головную боль, которая присутствует. Например, могут выявить мелкие очаги, которые рентгенологи описывают как дисциркуляторно-дистрофические, различные варианты гидроцефалии, кисты, какие-то особенности строения, развития головного мозга. Все эти проявления нельзя связать с головной болью, потому что есть масса других людей с похожими изменениями в головном мозге, у которых никакой головной боли нет. Причин для появления мелких дисциркуляторно-дистрофических очагов огромное количество. Это может быть ожирение, гипертоническая болезнь, плохо леченая, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, отравление угарным газом или какие-то другие тяжелые отравления с повреждением головного мозга. Мелкие очаги дисциркуляции могут находиться даже у абсолютно молодых людей, у подростков 20 лет. Когда этих очагов много и пациент, например, в возрасте 50, 60, 70 лет и есть какие-то сопутствующие заболевания, тогда, безусловно, можно как-то провести корреляцию между наличием заболевания и появлением очагов. Но, опять же, это никоим образом не объясняет причины головной боли. Очень часто пациенты хотят на МРТ увидеть или найти ту причину и услышать четкий ответ. Например, что вот у вас гидроцефалия, и именно из-за нее болит голова. К сожалению или к счастью, это не так. И сам факт наличия гидроцефалии может быть просто рентгенологической находкой и не иметь никаких клинических проявлений. Намного важнее для постановки правильного диагноза подробный опрос и осмотр пациента. Если по результатам осмотра у врача-невролога возникают какие-то сомнения относительно изменений со стороны головного мозга, тогда врач предлагает сделать МРТ либо компьютерную томографию. Что лучше делать, КТ или МРТ, об этом есть отдельное видео на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под этим роликом. Если головная боль у вас давно, много лет, если приступы стереотипные, то есть похожие друг на друга, они повторяются с определенной периодичностью, могут быть какие-то периоды ухудшения, учащения, либо периоды наоборот светлых промежутков, когда головная боль редкая, либо ее совсем нет. Но в любом случае, если приступ стереотипный и не меняется на протяжении длительного времени, то в большинстве случаев выполнять магнитно-резонансную томографию головы, необходимости нет. Когда же все-таки стоит насторожиться и сделать обследование? В первую очередь, если по осмотру врач-невролог находит изменения в неврологическом статусе. То есть изменения рефлексов, когда справа либо слева рефлексы могут быть выше, появление патологических рефлексов, которых не должно быть, двигательные нарушения, чувствительные нарушения, когда плохо слушаются руки-ноги, возникает стойкое анимение в какой-то конкретной зоне, и при этом есть изменения по осмотру, тогда да, стоит использовать дополнительную диагностику. Если были эпизоды повышения температуры, укус клеща, другие дополнительные симптомы, например, жалобы со стороны зрения, нечеткое зрение, снижение остроты, двоение в глазах, пелена перед глазами и так далее, тогда, безусловно, может быть показана дополнительная диагностика. Есть определенная когорта пациентов, которым необходимо сделать МРТ, что называется для успокоения души. Душевное равновесие и хорошее внутреннее состояние это, безусловно, очень важно. И если человеку нужно убедиться, что у него все хорошо внутри черепа, ничего там не выросло, ничего не образовалось, тогда да, стоит потратить деньги, время и сделать МРТ для того, чтобы успокоиться. Но есть и обратная сторона медали. Крайне редко при обследовании МРТ не находят вообще ничего. Всегда найдется какой-нибудь мелкий очажок, какая-то киста, особенности строения. Потом человек начинает на этом зацикливаться, пытается связать все свои недуги именно с этим образованием, хотя, может, живет с ним 30, 40, 50 лет. И раньше, допустим, симптомов не было, затем позднее они появились. Все это приходится обсуждать, разъяснять пациенту. Наибольшую сложность, конечно, представляет развенчивание мифов по поводу гидроцефалии и повышенного внутричерепного давления. Очень часто рентгенологи в заключении пишут косвенные признаки повышенного внутричерепного давления. Многие люди хватаются за эту фразу и пытаются связать с ней все свои жалобы. Это в корне не так, косвенные признаки не означают, что на самом деле внутричерепное давление повышено. И более того, когда оно повышено на самом деле, симптоматика обычно совершенно другая. Когда повышается внутричерепное давление, значимо, серьезно. Это при нейроинфекциях, например, энцефалит, менингит. В такой ситуации боль стойкая, очень интенсивная, сопровождается тошнотой и рвотой, очень часто светоизвукобоязнью, и при этом есть какие-то дополнительные симптомы, например, повышение температуры, слабость, разбитость, то есть признаки инфекционного поражения. Есть какая-то четкая связь с перенесенным заболеванием или с каким-то мощным переохлаждением. Также повышаться внутричерепное давление может при травме. Также хочется отметить, что само заключение, которое делается по результатам МРТ, не является диагнозом. Это лишь описание того, что видит рентгенолог при исследовании. То есть это описание анатомии мозга. Для постановки диагноза при таких жалобах, как головная боль, МРТ, оно в списке, наверное, в числе последних инструментов. Основу диагностики составляет опрос пациента. Поэтому прием у врачей-цифалгологов, то есть специалистов по головной боли, обычно по времени должен быть ну хотя бы 45 минут или час. Если есть возможность, то до полутора часов. Диагноз поставить получается достаточно быстро, когда задаем пациенту определенное количество правильных вопросов. Это может быть 10, 15, 20 вопросов. Сложность в том, что не всегда пациент готов на эти вопросы ответить достаточно быстро. Например, как часто болит голова, в какой период времени она стала более частой, чем раньше, сколько болит по времени, какие провокаторы, какие пациент принимает препараты, как он оценивает эффект, хороший он или так себе, продолжительность головной боли, что было раньше, что стало сейчас и так далее. Вопросов много. Очень часто пациенты на приеме начинают раздражаться, когда я подробно выспрашиваю, в какой зоне болит, какие ощущения. Часто сталкиваюсь с тем, что человеку трудно описать характеристики головной боли. И даже если я даю какие-то подсказки, бывает достаточно сложно сформулировать, как именно болит голова. А это очень важно для постановки диагноза. Плохое самочувствие, ощущение дурноты, какого-то дискомфорта, неясной, тяжелой головы пациенты могут называть как словами головокружения, так и использовать фразу «болит голова». Как самому понять, стоит делать МРТ или не стоит? В первую очередь, если кроме головной боли есть какие-то другие жалобы, особенные изменения со стороны зрения, либо какие-то ощущения и дискомфорт по телу, тогда, возможно, стоит сделать томографию. Если головная боль впервые появилась в зрелом возрасте, а до этого не было характерным наличие головной боли у данного человека, тогда стоит посмотреть. Если головная боль возникла после приема каких-то определенных препаратов, после каких-то событий в жизни, после операции, травмы, тогда, безусловно, имеет смысл обследоваться. Ну и, конечно же, такое показание, как МРТ для успокоения души. Иногда оно того стоит. Надеюсь, эта информация оказалась для вас полезной, актуальной. Буду вам благодарна за оценки, комментарии. Делитесь видеороликом с друзьями-знакомыми в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых интересных видео. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!